Нововоронина – пять букв О и пять оригинальных компонентов, где каждая буква отвечает за свой сектор. В этом природном объекте – средоточие культурных, литературных, исторических, географических и спортивных ценностей. И два дня турслета молодежных клубов РГО посвятили этому. В первый день ребятам поставили задачу промаркировать тропу, которая ведет от Нововоронина к Абрамцево. За один день они отработали 8 километров до Мураново. Там ребят встретил директор музея и провел экскурсию. Это территория, составляющая четырех проектов крупных. Это дорога в Лавру, которая у нас начинает свое движение от нулевого километра. Это крестный ход от государя к преподобному, который тоже проходит по этой территории. Это лыжные марафоны и вот эта литературная аллея, собственно говоря, которой мы посвятили это все мероприятие. Краеведы доказали, что земля имеет отношение к роду Романовых. Не просто так поставили памятник царским мученикам в бывшем военном городке Софрина-1. Святые источники, культурное наследие, усадьба Муранова и Абрамцева, из литературы Аксаков, Боротынский, Тютчев, Фет. И сейчас задача облагородить эту тропу, чтобы жители области могли прогуляться по ней, поймать творческую волну, приехать сюда на велосипеде или прокатиться зимой на лыжах. Мы, современники современной России, имеем определенную ценность, определенную жемчужину нашего региона, Пушкинского района, Московской области и России. Мы так и позиционируем этот проект, как проект именно российского масштаба, потому что на этой территории налагается несколько видов разных интересных направлений. И самая главная ценность географическая – уникальный рельеф Клинско-Дмитровская гряда, где высотные отметки колеблются от 180 до 210 метров над уровнем моря. Это уникальный климат и состояние снежного покрова, поэтому снег здесь долго не тает, и лыжня в рабочем состоянии даже в конце апреля. И именно этот фактор помог здесь организовать лыжную базу силами энтузиастов и проводить серьезные мероприятия, такие как лыжня в Лавру, куда приезжают со всей страны. Ландшафт действительно уникальный. Есть и следы ледникового эффекта, когда-то покрывал в том числе север Московской области ледничок. Это можно в рельефе даже проследить, когда ты просто идешь по лесу. Наверное, самое главное – все-таки этот ландшафт сохранить. Рассматривают варианты, как преобразить эту природную территорию за счет грантовой поддержки российского географического общества. А второй день посвятили общению и встречам с гостями, литературным мастер-классам и просто чтению стихотворений от членов Союза писателей России. Ищите золото в моменте, от луж до горного хребта, в их прелесть беззаветно верьте. И даже в непогожий час внутри включайте свет манящий, ломая серости каркас, прекрасное в глазах смотрящих. Символично, что рядом с литературными усадьбами и начало этого маршрута тоже литературное. На это указывают таблички. Так случилось, что в 2020 году, в моей бытности ректора Института Пушкина, мы имели непосредственную причастность к тому, как эта литературная аллея впервые проходила. И наши преподаватели, профессора, доценты Института Пушкина, я так понимаю, в этих локациях, в этих местах проводили мастер-классы. Энтузиасты хотят сделать из Нового Воронина уникальный национальный парк. Сейчас нет такого статуса официально, но жители округа уже полюбили здесь проводить свободное время. Ведь здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Анастасия Спирина, Владимир Овсянников, Евгения Коломеец. Новости Большого округа.